Как меня слышно? Не зависает? Нормально? Все, прекрасно. Добрый день, меня зовут Виктория. Я опять завершена компанией Fredwork. Я рада приветствовать вас на четвертом аэроходе рекрутеров. Сегодня у нас выступит Полина Русакова, еще специалист компании One Two Trip и поговорим про креативный подход в рекрутинге. Полина расскажет о очень интересной кейсе и своей практике. Администратор бюро пяти компания Fredwork мы разработали онлайн-сервис для автоматизации подбора персонала, который помогает закрывать вакансии в два раза быстрее и качественнее. Кто еще не протестировал нас, пожалуйста, сделайте это. У нас есть бесплатный тестовый доступ. Полина, пожалуйста, передаю вам слово. Собственно, Виктория меня уже представила. Меня зовут Полина Русакова. Я из компании One Two Trip. И вижу, что все отлично. Привет-привет. Собственно, давайте немножечко расскажу, наверное, пару слов обо мне. Я работаю в HR пропала. Так, давайте сейчас... Только я у Анны пропала, либо еще у кого-то. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня слышно. Если меня не слышно, если меня не слышно... Окей, ну вроде бы все плюсики. Тогда будем продолжать. Со связью должно быть все хорошо. Меня зовут Полина Русакова. Я из компании One Two Trip. В области управления персоналом я работаю с 2008 года. За это время было очень много разных и необычных проектов, которые были и на стороне агентства, и, собственно, в инхаус. Последние два года я работаю в IT. И, собственно, основная моя специализация связана именно с подбором персонала. У кого пропадает, обновляйте. Окей, хорошо, буду следить за вашими сообщениями, чтобы у нас все-таки было живое общение, а не только я вам что-то рассказывала. Сегодня мы поговорим с вами о креативном подборе персонала. Вот, на самом деле, это такая тема, которую, мне кажется, не так часто мы обсуждаем, но которая, наверное, большинство из нас очень сильно волнует. Итак, зачем нам нужно с вами креативить? Нам в нашей ичаровской работе... Мне, кстати, знаете, я не так часто общаюсь с ичарами. Мне очень приятно общаться сегодня не только с людьми из бизнеса, и, наверное, с нашими внутренними, внешними заказчиками. Наверное, здесь много людей из кадровых агентств. А приятно пообщаться с людьми, которые стоят на одной стороне баррикад. Мне кажется, мы сегодня с вами сможем погенерить очень много интересных идей, а не только я вам буду рассказывать. Расскажите мне, пожалуйста, буквально вот сейчас тезисно, как вы считаете, для чего вообще ичару нужен креатив? Чтобы мы с вами начали сразу же в бой пошли, а не просто слушали какую-то скучную писанину, которую я вам готовила. Есть какие-то идеи у кого-то? Стандартные методы, верно, Дарья. Чтобы выделить, для создания атмосферы радости. Да, я вот прям точно с вами солидарна. Престиж, реклама, решение, запоминается собственное развитие. Максимально быстро найти кандидата. Не очень согласна Виктория, что максимально быстро. Новые варианты взаимодействия. Находить креативных людей, быть с ними на одной волне. Совершенно правильно. Для удержания тоже, Дмитрий, да, наверняка. Но это все-таки такая долгоиграющая история больше. Расположить кандидатов в компании и внутренней структуре. В целом мы все с вами, на самом деле, мыслим примерно одинаково. Давайте я сейчас перейду на свою, собственно, презентацию. Новые ребята подбора. Смотрите, для меня креатив, на самом деле, в подборе персонала означает примерно то же самое, что и для вас. Во-первых, это способ привлечь лучших на рынке людей. Мы с вами не хотим, чтобы к нам приходили просто по откликам люди, которые ищут работу. Мы все-таки с вами ищем лучших кадров. Наши заказчики говорят, я хочу с горящими глазами, я хочу бегущего, я хочу человека, который будет в тренде. Поэтому мы с вами привлекаем лучших из лучших на рынке. Только так можно построить, соответственно, команду мечты. Второе, для чего мы это делаем? Это способ привлечь сотрудников, которые мыслят нестандартно. Их уже не купишь стандартными фразами, вакансиями, которые, опять же, мы размещаем на хэдхантере, на суперджоп. Каждый из нас использует какие-то разные джоп-сайты. Но в целом они находятся примерно в одном и том же направлении. И способ, который действует, когда стандартные инструменты у нас уже не работают. Дмитрий здесь упомянул о том, что достаточно много можно, наверное, по-моему, Дмитрий сказал, удерживать, создавать бренд-работодатель. Это в том числе. Но это скорее около стоит. А начинаем мы все это именно из-за этого. Я, кстати, сейчас читаю лекции, мне кажется, из самого креативного пространства, которое есть у меня в офисе. Я сижу под звездным небом. Жалко, не могу вам показать, потому что этого просто не будет видно. Итак, я предлагаю вам разделять креатив на две истории. Есть все-таки история, вот креатив кейсовый, да, и креатив, который мы делаем с вами на ежедневной основе. Почему я разделяю эти истории, я думаю, будет понятно в ходе моего вебинара. Но, смотрите, мы можем с вами запускать такие истории, когда на ежедневной основе, конечно же, это менее труда, время затратно, меньше людей нужно вовлекать, да, в эти процессы. Но при этом я считаю, что этот креатив, он будет более эффективным. Почему он будет эффективным? Потому что, когда мы с вами креативим каждый день и на ежедневной основе, когда мы каждый день генерим какие-то новые идеи, мы с вами можем находить какие-то новые решения, о которых мы, например, в долгоидущей истории просто не думаем и не видим. Как мы можем, ну, то есть смотрим незамыленным взглядом. Что мы можем для этого делать? Например, мы можем абсолютно каждый день с вами тестить, какое описание вакансии больше собирает, например, откликов. Либо, размещая вакансию в социальных сетях, мы можем с вами смотреть, какая картинка лучше действует на кандидатов, какая картинка меньше получает, да, лайков, шеров, репостов и так далее. Что еще, да, например, слоганы. Скажите, много здесь людей собрались из IT? Можно посмотреть, много людей из IT или нет? Да. Вот, отлично. Мне кажется, что это, наверное, одна из наиболее сложных, да, все-таки отраслей. И коллеги из IT со мной согласятся, потому что разработчиков сейчас и людей айтишных практически ни на что не купить. Вот, поэтому вот для нас эта история, она, мы можем прям на ежедневной основе проверять вот эту конверсию, да, насколько наши с вами теории работают, либо не работают. Ничего не слышно и не видно, Ольга, говорят, что нужно перезапускать. И тогда будет слышно и видно. Я надеюсь, всем остальным слышно и видно. Отлично. Итак, кейсовая история, да, в отличие от ежедневной истории, она зацелена всегда под определенную какую-то задачу, либо запрос бизнеса. Она всегда будет для нас и для HR-ов. Вот, да, IT-продажи. Ну, продажники – это вообще такой народ, которого хорошего продажника очень тяжело найти. Поэтому, да, Виктория, я вас очень хорошо понимаю. Вот, потому что я подбираю не только, на самом деле, айтишников, я подбираю всех, но там основной уклон у меня именно на IT. Итак, кейсовая история у нас всегда зацелена на какую-то определенную задачу, либо запрос нашего бизнеса. Бизнес нам говорит, нам нужно привлечь, допустим, 200 самых, ну, не знаю, 30 самых крутых продажников на рынке. Что нам в этом случае делать? Нам нужно, ну, создавать какой-то кейс. Я не думаю, что кейсовая история будет всегда более эффективна. На самом деле, с ней прогореть очень возможно. Вот, поэтому даже если вы ее очень хорошо продумали, это совсем не означает, что она действительно муниеносно приведет к вам огромное количество нужных вам кандидатов. Но абсолютно точно она поможет усилить вам бренд-работодатель, да, к чему мы все стремимся. Для того, чтобы в долгоиграющей перспективе люди помнили о нашей компании и приходили работать именно к нам. Вы знаете, в этом году я очень долго думала, о чем вообще рассказывать, да, потому что вроде бы креатив в подборе персонала. Вроде бы мы и делаем это на ежедневной основе, но тем не менее это на самом деле достаточно сложно, и в голове у меня все это есть, вот. А вот что рассказывать людям, я не сразу поняла. Потом я начала вспоминать, что я креативного вообще видела, слышала, что я обсуждала с другими HR-ми на протяжении этого года, и вспомнила об одном кейсе, он был не так давно, наверняка все слышали о премии в OHR. Ну, я думаю, что наверняка многие слышали. Так вот, там был представлен один кейс, суть заключалась в том, что одному крупному международному банку требовалось привлечь энное количество студентов-программистов. Эти студенты-программисты, они очень хотели идти работать, собственно, в этот банк. Обновили ничего, а остальные все слышат? Ладно, я продолжаю, я надеюсь, что меня слышно и видно, а то я пугаюсь, что кто-то меня не слышит. Итак, суть этого кейса заключалась в том, что крупному банку требовалось набрать стажеров, набрать ребят на стажировку, которые были айтишниками. Ребята программировали на языке Java, айтишники меня поймут, да, те, кто подбирает IT-персонал. Java – это достаточно сложный язык, вот, и люди, мне кажется, достаточно специфичные, которые пишут на языке Java, но, тем не менее, суть кейса в том, что ребята идти в банк не хотели, а банку очень требовались хорошие и интересные ребята. А ребята хотели идти в крупные айтишные компании, в которые, наверное, большинство людей и хотят идти. Им не важно, им кажется, что банк, никакого программирования там не будет. Так вот, что сделали люди в банке? Они приняли решение поставить в шести вузах кофейный аппарат. Вот этот кофейный аппарат, соответственно, да, ну тут идет аналогия кофе Java и, соответственно, язык программирования Java. Они поставили кофейный аппарат. На этом кофейном аппарате для людей, которые не знали языка программирования, Этот язык выглядел, ну, копейный аппарат бы выглядел просто как сломанный. Для людей же, которые понимали что-то в коде, они видели ошибку, решали какую-то задачку, и за смекалку, и за то, что они потратили время, и за то, что они правильно решили задачу, им выдавался бесплатный кофе. За это, помимо того, что им выдавался вкусный, бодрящий кофе, этим студентам, не знаю, к сожалению, сейчас мы перейдем, Алексей, на вопросы не знаю, я рассказываю именно о кейсе, потому что я не работала в этом банке. Суть в том, что за внимательность студенты получали кофе, и помимо этого им предлагалось написать свой имейл, и потом банк приглашал этих ребят на стажировку. Охват, насколько я понимаю, охват в офлайне был намного выше того, чем ожидали сотрудники банка. Они привлекли, они усилили бренд, они заявили о себе, о том, что они действительно айтишная компания, и люди к ним потянулись. Мне очень нравится этот кейс, я его рассказывала, наверное, всем, кто в этой теме находится, и решила рассказать его вам. И если кто-то здесь из очаров присутствует, из этого банка, мне кажется, кейс гениальный. Но есть одно большое но. Сейчас я скажу вам, какое. Этот кейс был сделан не HR-ами. Этот кейс полностью от начала и до конца делало креативное агентство. Это, конечно, круто, но давайте будем честны, что в реальной жизни у нас с вами редко есть возможность обратиться к профессионалам, и, скорее всего, у нас нет возможности с вами выделить огромные, да, колоссальные бюджеты для того, чтобы нам прописали такой кейс по привлечению персонала от и до. Мы с вами, у нас есть только мы, у нас есть вот такие кейсы, на которых мы можем генерить идеи, у нас есть опыт людей, которые есть вокруг, у нас есть там наши айтишники, наши продажники, у которых мы можем спрашивать, как их завлечь, собственно, да, к нам в компанию. Вот, и огромное желание сделать что-то особенное и создать вот этот уго-эффект. Мне просто ради интереса, я по образованию юрист, я не маркетолог, хотя, честно, за последние полтора года я себя отчасти маркетологом и пиарщиком уже начинаю ощущать. Вот скажите, вы в HR пришли, у вас какое образование? Мне очень хочется просто послушать. Тяжело, когда ты людей не видишь, но хотя бы я буду смотреть, что вы пишете. Предыдущий слайд, да, конечно, собственно, креатив, что он на ежедневный кейс. Вот, я тоже экономические менеджеры, маркетологи. Ирина, вам повезло, потому что вы можете, специалист по рекламе, документоведение, психология. Вот, менеджер по персоналу, международная экономика. Но в целом это к тому, что маркетологов среди нас значительно меньше. Все-таки, ой, системное программирование, это круто. Это прям очень круто. Значит, вы можете разговаривать на одном языке. Вот. Я думаю, что вы тоже наблюдаете за тем, насколько из разных сфер мы с вами приходим. Но маркетологов среди нас, на самом деле, их значительно меньше. Потому что маркетологи...